Эй, меня слышно? Мне нужна помощь. Я на вышке связи. Прошу, скорее. О да, очередная принцесса в башне. Так, здесь, наверное, с пистолетом. Так, сейчас у нас эти еще появятся в меню. Ну, про них потом почитаем. Сейчас тоже пройдем. Минут 10 поиграем. Чтобы немножко разбавлять процесс. Я смотрю, рады меня видеть, народ. Так, кто там стреляешься? Так, что-то немножко лагануло. Так, все. Никто больше не будет. Так, нам не разбить. Так, здесь у нас закрыто. Там у нас ничего нету. Так, еще какой-то новенький. Защита. Ну, понятно, надо спину стрелять. Ну, либо гранатами. Гранатами вот есть. Что они там делали? Так, в принципе, это можно подбирать. Нет, красный, значит, у нас максимум. Хочешь что-то сказать или так? Воздух портишь. Так, все. Ой, еще очко опыта. Ай, очкиналка. Так, наверное, перезарядку возьмем быструю. Держите в каждой руке по пистолету или другому оружию. Тоже, конечно, хочется. Но можно взять, наверное, перезарядку вниз. Скорость стрельбы будет лучше. Да, возьмем оружие, перезаряжается быстрее. Смотрю, здесь у нас одноствольное. Постоянно перезаряжается. Для дробовика это будет хорошо. Так, вот у нас с той стороны. Как защита. Так, там оно что? Если не нажать... Ясно, то есть мы не пройдем никуда. Здесь... Броня. Perius M, fight for earth. Битва на земле. Alien Artifact Asquisions. Asquisions. Так, ладно. Идем, куда нам говорят. Так, здрасте. Здрасте. Типа какой. А, он тоже ударил. Так, а добить... А, добить нельзя. Ladies and gentlemen. Сезон охоты на Орду Ментала. Открыть. Так, тут толк хорошо. Потом про нее почитаем. Здесь нет у нас подстольника. В целом, плохо. Так, все. Нет, все. Все. Так, смотрим, что у нас здесь. Где-нибудь есть. Есть ли тут что-нибудь вообще. Так, туда нам прыгать, наверное, нежелательно. Хотя там что-то горит. Спуститься туда, наверное, можно. Так, сохраним. Мне кажется, что... Да, вы умерли. Можно, наверное, туда спуститься, но не сейчас. И чуть-чуть попозже. Так, загружаю, кстати. Очень быстро, это хорошо. Так, ладно, идем дальше. Понимаю, ничего нет. Так, нам туда, да? Патроны для автомата. Город ведет автомат. Это будет очень хорошо. Так. А, это у нас костяны. Ляжешь костями. Так, я хотел бы туда попасть. А нам сюда и надо. Так, ну это единственный путь. Картич максимум. Так, охранник. Буревестник. Нефтеперерабатывающий завод. Я хочу подать жалобное несобудение протоколу безопасности на заводе на материке. По приватии у меня не спросили удостоверения, так как все сотрудники службы охраны были мертвы. Помимо этого, валяющиеся повсюду отторванное конечностям нарушают пункт 5 санитарных норм. Так, какой ябеда. Встретиться с выжившим на вышпке связи. Так, что у нас по камере. Так, ладно. Вон здесь мы открыли. Внимание! В запретной зоне обнаружен неопознанный нарушитель. Доступ к этой области ограничен. Пожалуйста, очистите эту зону в соответствии с протоколом 908. О, я знаю этот протокол. Он называется Убей плохих парней. Так, что у нас так много? Не похоже на эту черную смерть из этого. Человека-паука. Ой, вы очень неприятные. Да, они вот эти вот кости кидаются. А еще и прыгают. Зона очищена. Подойдите к калорийному лифту. Так, здесь прикольно, что эти колонны они рушатся. То есть не рушатся. Все гранаты стрельнуть. Они ломаются. Даже многократно ломаются. Полностью можно срубить, нет. Похоже, это максимум. Ладно. Так, 75 гранатов у нас. Еще 10. Можно, в принципе, не экономить. Так, кнопка. Вот, тунгусский нефтеперерабатывающий завод. Лифт грузовой. Так, немножко сбивается. Так, почему я это плохо вижу. Сбивается. Так, ладно. Лифт грузовой. Кро. Кронор. Нет, сейчас, наверное, ножом нажмем. По-другому в станице. Это направить по-другому. Да-да, уже иду. Так, сейчас мы все равно прочитаем, что он не мешает. Вот этот сейчас прибежит. Прямо рядом уже. На, бегут. Ладно, всех объемов прочитаем. Так, там что-то транспорт. Сколько там бежите? У нас тут много. Все. Так. Ладно, попробуем так прочитать. Установленного ТНЗ-16. Дата ввода в эксплуатацию 24-12-2046. Срок службы 50 лет. Я, правда, не знаю, какой сейчас у нас год по игре. Дата следующего технического осмотра 24-12-20106 год. Лифт обслуживает ООО Кронор. Город Устинов. Дом 8, строение 4. Телефон 8-684-23-129. Правила пользования грузовым лифтом. Для вызова кабины нажмите кнопку вызова. Дождите открытие... О, отлично. Дождите открытие двери лифта. Убедите, что кабина находится перед вами. Войдя в кабину, нажмите на кнопку спуска подъема. Дождите закрытие двери лифта. Дождите окончания движения лифта. При неисправности лифта сообщите об этом диспетчеру. Запрещается. Самостоятельно починить неработающий лифт. Самостоятельно выбираться из неисправного лифта. Проникать в шахту лифта. Если вы играете в кооперативе, портал находится в нижней части шахты лифта. Если вы играете в одиночном режиме, портал не будет. Необходимо вызвать лифт повторно. Пожароопасно. Легко восполняющееся вещество запрещает использоваться открытым огнем и курить. Так, то есть если бы мы играли в кооперативе, наверное, надо нажать и уйти. То вот здесь бы у нас был какой-то портал. Так как мы играем в одиночную игру, здесь ничего нет у нас. Ладно. Так, вот здесь у нас, кстати, мы оттуда сверху падали. Транспортный узел А1. Так, здесь у нас что-то было. Ракета. Найдена секретная ракета. Кто не нападает? Так, опять В. Так, РР-76. Где-то кто-то остался. Ладно, здесь тоже ничего нету. Так, походу нам сюда, сюда и надо. Да, посмотрим, что у нас здесь. У нас немножко другой путь. Так, это у нас не разбивается. Отлично, что. Мойл прозюр. Это масло. Ватер прозюр. Вода. Топливо. Ладно. Так, так не катится. Так, это у нас скорпиончики. Так, у нас на самом деле тоже есть шахта лифта. Так, броня. Секретная броня была. Так, а здесь на что? Карпич. Так, ну и все. Так, ближе, когда мы уже дойдем до этой цели, наверное, читаем описание новых монстров, которые у нас появились. Сейчас пока еще побегаем. Так, мы ушли, мы здесь же уже были. А вот здесь оно закрыто было, теперь мы открыли. Так, автомат. АК-74МХ. О, да, жизнь идет на лад, когда находишь автомат. Так. Взрывашки. Хорош уже, парнинг. Головы-то включите. А, ну да. Хамис прицел очень неметко. Так, все открылось. То есть мы все, всех победили. Так, вот здесь у нас мы с той стороны видели эту броню. Прикольно, что в трубу попадаешь. Воздух, давление начинает идти. Здесь нет. А нет, улетел. Взорвалось. Взорвался, а он тушит. Так, это что-то потайное, я так понимаю. Секрет какой-то. Взрывчатка С-4. Найдена секретная взрывчатка. Так, это у нас на двойку. Всего лишь одна. Это я тратить не буду. Оставим на кого-нибудь босса. Так, мы пришли отсюда. С той стороны у нас ничего нету. Ладно, пойдем дальше. Так, вот здесь мы тоже не были. В принципе, просто обошли. Так, открывается-закрывается. Цех распределения номер два. Ой, я его помню. Был такой. В четвертой части. Только он был больше как босс. Ветх. Вот так. Ветх. О, нет. Да. Всё. 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 так она не туда-то да ладно смотрим что у нас еще здесь попрятана взрывчатка с 4 они секретная взрывчатка вот там что-то у нас броня так здесь нам что еще должны спрятать ничего нет так это очень похоже на что-то финальное атома что-то взять будем перепрыгивать и так понимаю так что он отказан наверх вниз их а так удачи с нами будет финальный босс мечта почитаем сначала про монстров так ладно пока не пойдем здесь остановимся так что у нас появилось снаряжение двустволка стандартный двуствольный дробовик 12 калибра гражданского образца изначально предназначается признан предназначался для спортивной охоты на дичь среднего размера например олени и экзокабанов но со временем был принят на вооружение в военном секторе в частности после инцидента с заражением всего запаса автоматических дробовиков dx-77 7 инопланетным вирусом эффективно уничтожает врагов среднего размера на малую дистанцию однако не годится для стрельбы по удаленным целям из-за низкой кучности заряжание выполняется с помощью переламывания оружия что повышает его надежность но и снижает скорость стрельбы урон 14 x10 выстрелов в секунду 0.75 расходов патронов 2 так но здесь у нас 7 x10 и все нас 14 в два раза больше ака 74 mx несмотря на то что устройство этого автомата созданного еще в советском союзе в середине 20 века с тех пор почти не изменилось он остался чуть ли не самым популярным оружием на земле продолжает доказывать свою эффективность бесчисленных вооруженных конфликтов по всему миру модель ака 74 mx была разработана специально для ведения ближнего боя во время крупномасштабных сражений переработанная конструкция позволяет использовать унифицированные патроны 5 56 x 45 мм совместимые со всеми стандартными видами вооружения пехоты его магазин можно заряжать любыми стандартными боеприпасами несмотря на низкую скорострельность около 560 выстрелов в минуту и малую внести нас магазина в сравнении с другими автоматами аус благодаря модификации 74 mx а к причиняет гораздо более гораздо больший ущерб чем любое другое оружие этого класса при введении прицельного огня этот автомат превращается в поистине смертоносное произведение искусства которое не будет иметь аналогов еще многое многие десятилетия урон 13 выстрелов в секунду 9 длительность перезарядки 167 взрывчатка c4 пластичная взрывчатка с большим разрушительным действием взрывчатку можно использовать для уничтожения мощных одиночных противников или целых групп более мелких врагов также иногда используется для сноса строений представляет собой метастабильное соединение поэтому детонируется только на расстоянии заряды снабжены универсальной системой крепления что позволяет устанавливать их на любые поверхности рекомендации аос детонтер позволяет активировать один или несколько зарядов одновременно в местах подходящих для закладки взрывчатки импулант и нертан отображает голографии голографические метки урон 300 радиус поражения 12 максимальная дальность броска 25 и враги так начнем с этого обращенный антрополит обращенные антрополипы также просто обращенные похищенные дронами и женицами люди которые превращают в боевые машины планетян на левиафанах женицах октаницах также разговор на корабле матки в процессе обработки у человека удаляется большая часть мозга и вместо нее пусть подселяется колония полипов которые управляют телом в руки вживляются металлические шипы для усиления существа в ближнем бою хотя они были этап люди нельзя забывать что процедура необратима так окей изрыгающий антрополит до конца неясно были ли эти отвратительно раздутые бесформенные существа созданы специально или это лишь несчастные результаты превращения антрополитов так или иначе они опасны и очень нестабильно атакуют брызгая токсичную желчь а после смерти взрывается облаком ядовитого газа солдаты аос прозвали их рыгунами рекомендации аос сохраните безопасную дистанцию тонистский фанатик священные рыцари культа осмеричного явления системы сигмы актанты прибыли на землю чтобы выполнить святую миссию очистить ее от знаний в любом виде актанинских фанатиков выводят с одной целью иконоборчество самого детства они посвящают своей жизни уничтожению всего что может оскорбить взор ментала и помогает им в этом могучие молоты благословленные самим верховным артификом когда же ломать нечего они занимаются самобичеванием и стязают свои плоть за то что мало всего поломали рекомендации аус отходите в сторону чтобы вернуться от ударов молотой и атакуйте в спину она всегда открыта этого требует религия москутка маленькая все большое а лудранский рептилоид эти крупные шестилапые рептилии последние потомки некогда великой цивилизации возникшие в системе а лудры созвездие большого пса грядущая неотвратимое расширение и смерть их солнца заставила правящий класс а лудранцев а как отказаться от научного рационализма и обратиться в солнцепоклонические верования своих предков когда до их планеты добрался метал живых осталось лишь секта живущих в инцесте и грязи выродков поклоняющихся сжигающему их мир красному сверхгиганту они с радостью присоединились к орде в обмен на умение творить заклинания чешуя а лудранских рептилоидов представляет среднюю защиту в боевых столкновениях их основной вид атаки метание огненных шаров с базовым самонаведением но в крайних ситуациях они с готовностью бросаются и в рукопашный бой рекомендация ос держи его под постоянным обстрелом и пытайся сбивать снаряды в воздухе октанийский командор священный рыцарь и культа так то же самое в отличие от большинства сил ментала у октанийцев выстроена четкая иерархия октанийские командоры элитные воины которых отбирают из числа членов тайного ордена октус деи они переносят мощный энергетический щит рекомендация ос патрону нужно экономить поэтому стрелять по щиту не рек поэтому стрелять по щиту не рекомендуется атакуйте октанийских командоров сзади либо вблизи скелет клира скелеты склира воскрешенные останки ныне вымершего вида миролюбивых двуногих млекопитающих с планеты клир в системе альфы большого пса чья цивилизация была датлас сожжена орбитальной бомбардировкой их лишенные кожей мышц кости удерживает техномагическая связь создаваемая ей остеокогезия довольно слаба так создаваемая ей остеокогезия довольно слаба и удар достаточной силы может разбить клира на кусочки обратите внимание что их длинные когти наносят значительные повреждения даже при скользящих ударах и сражаться с ними в ближнем бою не представляется разумным скелеты клиров также способны призывать баласы которые они бросают в противников рекомендация ос для уклонения от их мощных внезапных атак прыжков рекомендуется находить в сторону прислушивайтесь характерному стуку копыт по нему клира можно опознать задолго до его появления в поле зрения так что у нас по этим bhp 30 125 125 421 125 молодой арахноид молодой священный воин расы разумных внеземных членистоногих общество арахноидов представляет собой теократический матриархат в котором ментал почитается за миссию и будущего спасителя их расы следователи полагают что ментал неоднократно вступил в контакт с арахноидами и оказал большое влияние на их развитие в частности организовав для своих зловещих целей такие группы как религиозные рыцари руки и катехизический культ клешни личинки арахноидов появились в армии металла сравнительно недавно их пришлось использовать так как продолжительная кампания на земле сильно истощала ряды орды и заставила металла обратиться более молодым особям помимо того что молодые особи радикально отличаются взрослых своими размерами их также выделяет более светлый оттенок экзоскелета и тонкая слаборазвитая шея которая является их уязвимым местом их пулеметы отличаются невероятной точностью и оснащены техномагическими восполнителями боеприпасов рекомендация ос арахноиды могут атаковать не только на расстоянии берегитесь их жал вы не можете просто уклониться от пулеметов они слишком точно и быстро стреляют ищите укрытие второе 140 безголовые камикадзе безголовые камикадзе это казненные сирианские солдаты воскрешенные с помощью технологии кибернетической зомбификации и головы удаляют а тело находится под управлением устройства управления жизнью уже электронного прибора контролирующего все жизненные функции оснащенного элементарными сенсорными датчиками и синтезатором звука практически единственное назначение безголовых камикадзе самоубийственные атаки для которых используются две осколочные бомбы детонирующие в пределах достигаемости цели по этой причине при столкновении с этими существами рекомендуется соблюдать осторожность их смерть сопровождается мощным взрывом рекомендация ос искусственный интеллект уже ограничен его можно обмануть и завлечь камикадзе под огонь и его же союзников так хп 19 октанистский снайпер октанистские снайперы обладают кибернетической связью со своим оружием через полипов паразитов которыми заражен весь их вид обычно они стараются занять позиции на возвышенности где им будет предоставлен хороший обзор окружающей местности для удобного устранения целей пули октанистских снайперов обладает высокой скоростью и могут уносить значительный урон рекомендация заос в случае обнаружения фиксации луча наведения на вашем местоположении рекомендуется немедленно найти укрытие уровень 20 утиль ракетчик эти ракетчики пример того что происходит когда боди-хоррор выводят на промышленный уровень грубо соштопанные воедино из различных частей тел убитых солдат чудовища при текущих уровнях экстренных ампутации прямо на поле боя они дешевые в производстве являются по сути расходным материалом этот конкретный тип оснащается двумя ракетами установки нечто несмотря на их примитивные и разно разрозненный облик делает их потенциально опасными противниками 2 460 немножко на черепашку похож здесь еще пару пастей красиво блин красиво так что теперь она здесь гранаты так оружие искажения времени при использовании этот древний сирианский артефакт создает обширное поле хронал хрононного искажения все противники их пули находящихся в пределах этого временного пузыря значительно замедляются оператор артефакта может продолжать двигаться с обычной скоростью так скажи не времени хорошо какая кнопка так кнопка я не знаю какая она джи какая-нибудь посмотрят и очки науков так сопротивление урона по области после перезарядки скорость стрельбы увеличивается до возьмем это зажигай так я не был готов как раз много так на мелочу будет так понятно со всех сторон полный хаос так в принципе после перезарядки сколько у нас 1 2 3 где-то порядка шести семи секунд нас ускорен это тут скорость стрельбы увеличена что наук в целом хороший так прыгайте кто еще уйти где-то кто-то еще есть так прыгайте кто еще уйти где-то кто-то еще есть да сверху у нас хп получается последний где-то остался упал так что у нас откроется так там по-моему дверь открылась так над по ходу завершение уровня так сейчас еще посмотрим что он дали что-нибудь петь новое так новых врагов не дали досье нету задания с выжившим на вышке связи все дойдем так главы вечность пахнет нефтью счет киуке рекорд за уровень счет игры хорошо так следующая у нас идет песня о бурелестнике видел гарпию с языком примесшим к трубе странный способ танцевать на шесте но отдам ей должное она была явно не прочь запустить в меня свои коготки коротой сэм нортан прислала странное сообщение 0 0 0 0 0 0 не пойму это сбой программы или мои шансы не превратиться в ледышку крутой сэм так дальше